так звук должен быть все хорошо а позже подойду вы так надеюсь что я должна быть уже в онлайне начинаю сейчас всем привет дорогие друзья я по идее должна быть уже с вами напишите пожалуйста в чате как только вы меня будете слышать и видеть всем приветики безумно рада вас видеть на сегодняшнем занятием окс я себя уже вижу на платформе скажите пожалуйста кто здесь впервые на нашей платформе ломоноса скол возможно вы впервые пробуете такой формат и не youtube на и все слышно спасибо большое насти всех приветствую все супер теперь отлично тогда начинаем для начала скажите пожалуйста кто впервые с нами кто впервые на таком занятии кира впервые добро пожаловать кто на платформе как вы знаете печально известный факт что у половины наверное без vpn и не работает youtube поэтому теперь все наши с вами занятия бесплатно открытые будут на этой платформе надеюсь что вам понравится мне кажется здесь очень удобно что после занятия сразу появится презентация и домашняя работа прям под этим видео отлично рада вас приветствовать меня можно называть мисс мэри соответственно я учитель английского уже пять лет я стала преподавать как только выпустилась из магистратуры в англии я училась в рейдинге рейдинг читая пишется как рейдинг произносится как рейдинг это кстати там родилась кейт миддлтон в общем очень классный студенческий городочек и с тех пор я уже получается шестой год уже пять лет так прошло преподаю английский вот около семи лет жила за границей и по практике 3 из 10 каждый третий примерно в разные года по разному сдает на 90 плюс и в этом году у нас около 30 до 3 процентов практически каждый третий сдал на 90 плюс егэ так что мы в егэ очень хорошо шарим скажем так друзья сегодняшнее наше слово дня это если что не кодовое слово для конкурса просто у нас есть такая традиция на курсе английского что каждое занятие есть слово дня какое-нибудь новенькое слово сегодняшнее слово и варим и варим она произошло от двух слов вы видите это уши и червь ушной червь что это такое это навязчивая мелодия которые знаете если то смотрите долго и усики и тиктоки и эта мелодия заедает потом целый день с вами когда ложитесь спать она в вашей голове крутится вот это навязчивая мелодия по-английски будет и его и сегодня каждый раз когда я вас буду спрашивать все ли понятно все ли хорошо вы будете писать мне кодовое слово вернее слова дня чтобы его запомнить давайте потренируемся напишите в чате слово дня earworm можно капслоком чтобы запомнить его на долгие годы дай бог кстати тоже очень классная мне нравится лексика тоже навязчивая мелодия то есть она подловила ваше сознание и не выходит из него супер пятеро готова шестеро готова класс ну что ж сегодня у нас с вами очень классное занятие мы должны за один эфир пройти абсолютно все времена в английском языке я надеюсь что это занятие станет лучшим в нашей жизни вот сегодня писала в telegram канале что даже те кто потом в университете учится перед сессиями у меня выпускница смотрела этот самый вебинар перед сессией чтобы вспомнить все времена так что друзья давайте начинать этот момент для поднятия настроения пробежал поорал бежит орет по жизни побежит поорет завтра но давайте разберемся с этими всеми котиками кстати напишите как у вас временами все ли у вас с ними хорошо или есть конкретные вопросы чтобы может быть я сделал упор на какие-то конкретные времена все-таки сегодня у нас будет 12 мы начнем по блокам естественно это два основных блока present continuous и perfect continuous скажем так начинающий уровень продолжающий и тоже соответственно по блокам будем все делить поочередно мы начнем с самого простого это праздник не праздника символ тут небольшая ошибочка ну ладно что мы начнем с самых простых времен simple они так и называются простые времена почему они простые потому что они ничем не усложняются в отличие от других времен они не усложняются процессами не усложняются завершением не усложняются итогом то есть там ничего нету все максимально просто просто какие-то повторяющиеся или однократные действия а дальше уже смотрим настоящее прошедшее или будущее то есть даже если мы такое хронологическое построим ленточку то это просто как крестик как однократное действие а либо она многократная то есть регулярно и регулярно повторяющиеся например я плаваю каждый день а из своим every day или как там был котик который кричит орет каждый день если у вас есть коты которые кричат и орут ежедневно они это делают в present simple вот в континьюсе тоже перейдем к нему это уже миг между прошлым и будущим называется present continuous друзья то есть это то что сейчас в моменте как это в песне поется я в моменте и прилетел там ветер не заметил в общем я в моменте это я в презенте континьюсе прямо сейчас я веду вебинар и вы прямо сейчас это из момент меня вы сын и меня слушаете то что сейчас идет ну конечно сейчас еще больше вам примеров тут порассказывает такая главная логика данных времен то есть континьюс это всегда процесс а в настоящий момент может быть в прошлом а вчера в это же самое время я чем-то занималась играл в теннис по моему вот то есть i was playing tennis this time yesterday вот или я завтра в это же самое время тоже чем-то буду заниматься this moment tomorrow i will be doing something вот то есть опять же мы говорим про конкретный момент прошлом настоящим или будущим ну а теперь давайте прям поподробнее по поводу simple как они образуются это первая форма глагола в презенте то есть по факту мы берем с вами инфинитив убираем частичку то и готово ну правда единственное что мы в третьем лице единственного числа добавляем с на конце но вы знаете she does и так далее прошедшем времени у нас используется вторая форма глагола это кончание иди либо если неправильный глагол то надо выучить например диды диды это неправильный глагол но я думаю вы тоже их наверняка слышали неправильные глаголы надо учить к егэ обязательно в целом по жизни они нужны а я советую учить блоками то есть например взять блок где все одинаково как 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 тут 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 например у них все одинаково либо где там вторая треть форма совпадает и так далее но и в будущем simple мы добавляем с вами will will мы добавляем во всех будущих временах и в фьючер simple после will идет первая форма глагола который никак ни с кем вообще не согласуется я объясняла своим учащимся недавно а на летней школе как мы понимаем что не надо согласовывать я им рассказывала такую грустную романтическую историю что вот у нас есть подлежащие вот у нас есть сказуемое и если они рядышком стоят то они могут обняться и согласоваться друг с дружкой she does she doesn't love me ну и так далее и если что-то мешает этим двум между ними что-то встает will модальный глагол то они не могут согласоваться she must go мы не говорим she must goes обратили внимание вот потому что между ними стал третий персонаж модальный глагол will то тоже кстати может расцениваться как модальный глагол поэтому когда у нас вы у нас нет никаких согласований напишите плюсики кто понял эту грустную трагическую историю согласование глаголов вот так можно просто запомнить теперь пойдем по каждому времени раздельно один плюсик получили супер вспоминаете эту трагическую историю потому что иногда бывает что на егэ забывают нервничают и пи и пишут согласование даже после вспомогательного или модального нет вспомогательный модальный есть согласовывать не нужно все они вместе не стоят ok present simple самое первое самое легкое время с которого вы все начинаем обучение английскому когда используется первое общая информация general information про то что что-то банальное из серии ты человек ты кот а это стол и так далее все это что-то максимально общее знаете как википедию открываете вот первое предложение кем является человек профессия класс джендер рот ну и так далее профессия профессия тоже если она сейчас все еще я преподаватель я все еще препод поэтому я говорю о н н н шт ч а если это все еще актуально конечно же если это уже будет в прошлом то мы перейдем к этому в следующем слайде далее природное явление факты здесь тоже все понятно то есть что-то такое знаете капитан очевидность земля вращается вокруг солнца спасибо кэп то есть всем ясно и понятное явление факты сюда кстати могут относиться и социальные истины не только природные географии физика но что социальные например мальчики не плачут boys don't cry тоже будет праздник симпа потому что это социальная правда факт вот а третье это расписание транспорта то есть когда на сами есть конкретный шедел такое красивое слово английском шедел расписание или скетчел можно по-разному произносить если что у нас тут может быть в целом и будущее например поезд может уезжать завтра но поскольку у нас заранее спланированное расписание вот прям конкретная табличка такая висит на вокзале то мы говорим в настоящем present simple the train for moscow arrives at 6 5 п.м. вот следующее четвертое действие которое повторяется с определенной периодичностью но мы с вами кстати уже проект немножко с поговорили то что ваш кот каждый день орет из этой серии или я дважды в неделю занимаюсь теннисом то есть это то что сейчас происходит с определенной периодичности вы каждый день учите например английский язык тоже будет а и стаде english every day вот или можно в отрицание один один кофе я вообще не пью кофе вот но и последнее друзья это внутреннее состояние это у нас с вами глагола состояния про них сейчас тоже поговорим они у нас зачастую показывают вроде бы какой-то процесс казалось бы слышишь видишь ненавидишь любишь но поскольку они являются глаголами состояния они не могут быть континьюсе и несмотря на то что процесс это или нет мы все равно их используем в present simple до его тебя увей ты хочешь уйти вроде бы желание в моменте но состояние нельзя использовать континьюсе за некоторыми исключениями которые тоже во сегодня расскажу о симпл переходим к прошедшему простому времени в целом все тоже самое только мы уходим в прошлое что было в прошлом законченный период времени соответственно первое действие которые мы регулярно совершали но в прошлом ранее тогда давно я дважды играла в теннис в неделю ну тогда типа два года назад свои знаешь и какие-то привычки в прошлом здесь вы наверняка со школьной даже я уверена программы помните про конструкции есть а в целом есть почему как ее легко запомнить и так далее в прошлом как за легко запомнить эту конструкцию есть это уже во второй форме глагола то есть у нас с вами есть первая форма глагола ой у меня свет вырубился да да когда сейчас секундочку вот так вот получше будет в общем есть первая форма глагола из 2 а у нас с вами по симпл это ну как раз таки вторая форма глагола используется поэтому запомните и легко в настоящем у нас с вами эта конструкция будет ай эм ест и play не теннис ну ладно а им как видите здесь уже с вами у нас настоящее время Поэтому и легко запомнить. I used to play tennis. Это fast simple. I am used to do something. Это как пассивная конструкция, но в настоящем. Напишите плюсики, кто эту конструкцию тоже понял, принял, знает, использует, понимает. Тоже плюсики от вас в чате жду. Второе. Постоянный признак предмета человека в прошлом. Ну да, то есть, например, состояние, но в прошлом. Например, ранее ты выглядела как-то красивее. Well, you looked much better when you was at school. Такое себе предложение, немножко mean, но состояние постоянное в прошлом. Третье. Последовательные действия в прошлом. Хронология событий. Вот об этом с вами тоже сегодня поговорим, потому что здесь часто ошибаются, и первые события ставят почему-то в past perfect. Да, бывает такое. Когда же у нас просто описание событий в прошлом, что я встал, поел, помылся, пошел в школу. Не надо ничего вводить в past perfect, если это просто перечисление по факту однородных сказуемых. Вот здесь у нас одно подлежащее, видите, одно подлежащее, и однородные сказуемые, поэтому они все в past simple. Ну и самое последнее, самое банальное, это однократное действие в прошлом. Что в каком году произошло? Анджелина Джоли выиграла Оскар в 2000-м. Я родился в таком-то году. Не буду говорить, в каком я родилась. Old. Ну и так далее. Вот, тут все понятно, да, друзья, думаю. И future simple, когда употребляется. Я хочу сказать о том, что некоторые лингвисты спорят и считают, что будущее simple является модальным глаголом, и что у британцев нет будущего. Я даже смотрела видео на эту тему о самих носителе языка, которые спорят над тем, есть ли у них будущее или нет. Вот, потому что есть такое мнение, что will – это просто модальный глагол для того, чтобы показать первое спонтанное решение. То есть вы не планировали, и сейчас в моменте такие решили. Хм, I will buy ticket and you stay here из этой серии. То есть спонтанное решение. Или вот вы сейчас такие сидите и думаете, хм, буду сдавать ЕГЭ по-английскому. То есть вы не собирались его сдавать, сейчас посмотрели вебинарчик, решили, ну ладно. I will take this exam in a year. У это УРУ-запись, конечно, будет по этой же ссылке здесь на портале. Второе использование will – это обещание, что вы прям клянетесь, обещаете, что вы это сделаете. I will help you. Trust me из этой серии. Третье – это прогнозы. Например, I think you will love this movie. Мне кажется, тебе понравится этот фильм. Ну мы же не экстрасенсы, не предсказатели. Это наше личное мнение, предположение. Ну, мне кажется, тебе понравится фильм. И далее, тут уже банальное значение времени simple – это несколько действий, которые последовательно совершаются в будущем. То есть это такая хронология событий, но в будущем. I will meet with him and I will explain how to do this. Ну, просто в будущем что-то буду делать. Здесь же я также на слайде хотела бы вам дать конструкцию to be going to. Про нее часто спрашивают. На самом деле она легкая, она обозначает просто наши планы, намерения. То есть will – это когда мы не собирались ничего делать и спонтанно приняли такое решение. А to be going to – это когда мы намеревались, и мы намереваемся это сделать. She is going to move to London. Она собирается переехать в Лондон. Это ее намерение здесь и сейчас. Вот, тут на каждых слайдах вы можете обратить внимание на слова-маркеры. Они могут быть такой некой подсказкой в ЕГЭ, в заданиях 19-24, где нужно раскрыть скобки, вставить правильное время. Иногда, если это глагол сказуемое. И такие слайда-маркеры могут вам в этом подсказать. Окей? По поводу continuous. Переходим с вами к второму блоку времен. Это блок времен continuous. То есть мы с вами уже прошли все простые времена. Одна четвертая пути пройдена. Continuous, как уже я сказала, это миг между прошлым и будущим. То есть это в основном какие-то мгновенные действия сейчас здесь происходящие. Если это, конечно, настоящее в прошлом, если в определенный момент в прошлом, в будущем, угадайте, в определенный момент в будущем. Слово-маркеры здесь тоже имеются, как всегда, сейчас, в настоящие дни, в эти дни, постоянно, ну и так далее. Эти слайда-маркеры не являются стопроцентной гарантией того, что именно это время потребляется, потому что все зависит от контекста always, конечно же, может быть и во временах simple, как вы помните. Как же формируется данное время, друзья? Я думаю, что тоже вам уже известно со школы, что это глагол to be, как вспомогательный глагол. И потом ерундиальная форма ing. Просто добавляем под конец глагола ing. Вспомогательный глагол to be никак не переводится. У него, кстати, здесь есть три формы. Am это если I am. You и they будет у нас are. And he, she, it будет is. То есть вот у нас три с вами формы глагола. I am, you are, he, she, it is. Соответственно, только их три и нужно знать. А ерунди здесь уже понятно. Ерунди везде ерундий. Вот. Глагол состояния. Как я вам обещала про них рассказать. Они не должны быть в континиусе. Это что такое? Во-первых, это наше физическое восприятие. Все, что касается нас с вами. То, что мы видим, слышим, имеем какой-то запах. Нас можно попробовать, ну, теоретически, какие мы на вкус. How do we taste? I hope tasteful. Чувствовать на ощупь что-то, трогать, выглядеть, звучимо как. То есть это все вот про нас такое физическое, физика. Это глагол состояние раз. Второе, что дальше, кроме физики, у нас с вами есть? У нас есть с вами эмоции. То есть нам что-то нравится, на чем-то о каком-то заботимся, любим, ненавидим, наслаждаемся, восхищаемся. Вот эти все глаголы эмоционального состояния тоже сюда относятся. Далее, глаголы желания. То, что мы хотим, желаем, жаждем, тоже сюда будет относиться. Глаголы умственной деятельности. Все, что связано с нашей работой мозга. То, что мы знаем, верим, замечаем, осознаем или забываем. То есть все, что связано с мозговой активностью. Ну и последнее, конечно же, это отношения. Иметь сходство, казаться. Также глаголы владения я бы сюда отнесла. To possess, to belong, to have. То есть когда мы чем-то владеем, мы не можем говорить I'm having a phone. It's quite weird. We have a phone. Понятно. Глаголы измерения я бы сюда тоже отнесла. Сколько стоит, что это значит, подходить, measure. То есть измерения сюда здесь я бы отнесла. Вот, они у нас в continuous быть не могут. Но, как я вам сказала, есть исключения. Давайте их посмотрим. На ЕГЭ они могут попасться. Например, глагол to see. Его стандартное значение, что я кого-то вижу. I see you. Я вас вижу. Но, в continuous, если он будет употребляться, то меняет значение. Смысл меняется. Будет значение встречаться с кем-то. He's seeing his parents after work. Он встречается с родителями. Кстати, это глагол может еще и романтический. I see anyone. Ты кого-нибудь с кем-то встречаешься в романтическом плане тоже может быть. Давайте сердечко сюда подрисуем. Ну, вы поняли. Это, если что, сердечко. Хотя не похоже на сердечко. Вуаля. Smell. Что-то хорошо пахнет. То есть наше физическое состояние, что мы пахнем, это у нас, понятно, состояние. Но, когда вы сами нюхаете что-то, то вы это делаете в процессе. Поэтому это может быть в continuous, если вы что-то нюхаете. Прямо сейчас вы нюхаете цветочки, например. Taste. То же самое. Как я на вкус. Это мое состояние. Какой я на вкус. Поэтому simple. А то, что я пробую что-то. Тогда это, конечно, в continuous. Я прямо сейчас пробую данный салатик. Fail. Физическое состояние у нас только в simple. Но, если мы трогаем что-то. Например, животные себя часто трогают. Облизывают. Ну, и так далее. То у нас может быть в continuous в том числе. Но, кстати, feel в continuous очень часто употребляется, что я не чувствую себя самим собой сегодня. Я как сам не свой. Такое может быть тоже в continuous. Look аналогично. Кажется, это simple. Это состояние. А выглядывать, смотреть в таком процессе, прямо здесь и сейчас, конечно, в continuous. She is looking out of the window. Она выглядывает из окна. Admire. Вот, кстати, admire немножечко запутана. Потому что восхищаться и любоваться, ну, как будто бы одно и то же. Но, восхищаться в данном случае всегда по жизни. Я восхищаюсь ее талантом всегда. Вчера, сегодня, завтра, неважно. Я в целом ей восхищаюсь. А я любуюсь ночным небом. Это я сейчас в моменте, прямо сейчас сижу на горе, в кемпинге. И вот смотрю на ночное небо и любуюсь им прямо здесь и сейчас. Понятно. Я надеюсь. Think то же самое. Если мы о чем-то думаем, имеем какое-то мнение, то это состояние. Но если я размышляю над чем-то, я думаю, стоит ли мне вообще сдавать ИГ по-английскому. Вы над этим размышляете сейчас, поэтому это в continuous. Вот, друзья, по поводу глагола состояния. Надеюсь, что было понятно, доступно. Разъяснила. Когда употребляется continuous, начнем с настоящего. Как вы уже все поняли, то, что прямо сейчас в моменте происходит. Пока я вам объясняю времена, вы внимательно слушаете. Я надеюсь. Второе. Действия растянутого времени. Что это значит? Это то, что происходит в данный период вашей жизни, но не конкретно в эту секунду. Например, ну сейчас я читаю Гарри Поттера. Вы же не прямо сейчас на уроке его читаете. До, после. Ну вот в этом периоде вашей жизни. I'm reading Harry Potter. Вот. Третье. Временный характер ситуации. Например, вы сейчас временно находитесь у бабушки на даче. So you're staying at your grand's country house. For example. Вы сейчас находитесь у бабушки через continuous, потому что это временно. Вы потом вернетесь в город, в школу. Вот. То есть, если что-то временный характер, мы используем continuous. Четвертое. Изменение ситуации какой-то развития. Здесь очень часто используются именно глаголы развития. Get, change, rise. Your English is getting better. То есть, мы хотим подчеркнуть, что это в развитии. Идет все лучше и лучше. И последнее. Раздражение. Точно помните со школы, когда нас что-то прям бесит. И мы такие. He is always coming late. Он постоянно опаздывает. You are always interrupting me. Ты постоянно меня перебиваешь. Классный тоже глагол. Вот. Теперь, по-моему, будет pass continuous. Первое. Это продолжительное действие, но в конкретный момент в прошлом. Что вчера в это время я играла в теннис. Уже такой пример сегодня звучал. Второе. Очень часто на ЕГЭ, кстати, встречается. Это одновременное действие в прошлом. В этих предложениях чаще всего у нас есть союз while. Пока мы ели пиццу, ты смотрел сериал. Пока я проводила занятия, вы делали домашку. Ну, надеюсь, что параллельно вы этого не делаете. Вот. То есть мы показываем два параллельных протекающих действия. Третье. Неодобрение. Ну, по факту то же самое. Раздражение только в прошлом. We were constantly fighting about every little detail. Мы постоянно с ним ссорились, но в прошлом. И, как обычно, временная ситуация как-то была в настоящем, но только в прошлом. We were living in Norway for four months. Мы тогда жили целых четыре месяца в Норвегии. Тут, наверное, у некоторых может возникнуть вопрос, а нельзя ли было бы использовать просто past simple. I lived in Norway for four months. В целом звучит окей, потому что это можно расценивать как факт вашей жизни. Просто важно либо вы подчеркиваете это как просто факт simple, либо вы хотите подчеркнуть, что это длилось все четыре месяца, тогда, конечно же, continuous растягиваем немножечко. Вот. И в future continuous у нас будет такая же точно логика. Это что-то в конкретный момент, но в будущем she will be waiting for me here at 9 p.m. tomorrow. В этот конкретный момент она будет чем-то занята. Второе. Параллельные протекающие действия, но в будущем, пока он будет нарезать сыр, я буду встречать гостей. Такая бытовая ситуация. Пока мама будет готовить ужин, я буду смотреть вебинар по-английскому. То же самое, только в будущем. Well, she will be preparing supper. I will be watching English webinar. Ну и последнее. Неизбежные запланированные действия. Ну, вот крайне редко используется фича continuous для запланированных действий, потому что для запланированных действий мы обычно используем present continuous, конструкцию to be going to. И в настоящей речи я очень редко слышу future continuous для запланированных действий. Обычно используется to be going to или даже present continuous. Вот. Но если вы хотите подчеркнуть будущность данного действия с помощью какого-нибудь next week, next year, то тогда, конечно, future можно употребить. Окей. Соответственно, друзья, давайте закрепим с вами simple или continuous. У вас есть 6 предложений формата EG1924, где вам надо раскрыть по факту скобки. Давайте с вами его сделаем, дорогие друзья. Пишите в чате по одному сразу, как будете успевать его делать. Вот. Теперь мы с вами закрепим теорию. Надеюсь, что вы готовы к практике. Обратите внимание на переводы. Да. Как я сказала, сломаркеры не всегда являются 100% гарантом. Иногда надо смотреть именно на суть вообще. Что тут вообще происходит такое? Молодцы. Запись будет, да. Да, уже сказала, что будет. Ой, сори. Сделать так, приподнять чуть-чуть. Молодцы, решаем. Хорошо. И помним про глаголы состояние. Мне кажется, что в этом упражнении они тоже будут здесь. Молодцы. Я не хочу вам сейчас подсказывать. Хочу, чтобы вы сами после теории попробовали себя в упражнении. Я думаю, так будет честнее. И пока вы решаете, могу включить на музычку. Если будет громко, напишите в чате. Если норм, то супер. Сейчас, одну секундочку. Делайте упражнение. Так, вы сейчас на четвертом упражнении в основном. Супер. Тогда у вас осталось еще два предложения. Не стесняйтесь говорить, если музыка будет мешать. Потому что у нас с вами, она может быть разного восприятия громкости. У меня и у вас. Отлично. Вы закончили пятое. Я вижу, молодцы. Терше шестое. У-бор. четвертая отлично как закончить упражнение напишите пожалуйста наше слово дня чтобы я понимала что вы закончили и заодно чтобы попрактиковали наше по наше слово дня кто помнит каким оно было супер помним хорошо навязчивая мелодия да это именно она теперь я думаю музыку выключаю и мы с вами посмотрим на правильные ответики дорогие друзья первое предложение было кстати достаточно коварным потому что тут у нас вроде бы now сейчас но с другой стороны эта фраза вот попробуйте и произнести как будто бы это обещание то есть вы даете обещание человеку что он теперь будет безопасности поэтому это как вот прямая речь такая живая воспринимается и здесь у нас именно обещание you will be safe now fast me i will help you вот как будто бы она из этого контекста прям вырвано на второе у нас понятно было yesterday вчера я нашла монету в саду и у нее состояние было какое она выглядела такой старенькой это было ее состояние здесь все в past simple третье тут нас как раз таки есть параллельные действия это который его нарушает я кстати об этом сейчас не говорила супер что это нам попалось я вам рассказывал про параллельные действия пока мама готовила суп я смотрел вебинар по английскому а вот если бы пока вы смотрели вебинар мама постучала бы в дверь постучать это не какое-то длительное такое действие это называется прорывистым действием из прошлого то что прерывает другое действие у нас идет по симпл данном случае кто-то постучал в дверь не сама ногт он сдал пока вайл его очень тиви четвертое кто угадает или знает откуда цитата данная четвертая это цитата из моего самого наверное любимого фильма кто знает напишите в чате вот потрясающие цитаты поскольку это цитата то есть какой-то афоризм что-то очень красивенькая какая-то социальная такая истина то у нас здесь все с вами в present simple если не знаете откуда цитаты напишите минус я вам расскажу и посоветую этот фильм посмотреть как-нибудь не знаете это форест гамп это форест гамп он тогда сидит на лавочке рассказывает истории своей жизни и в какой-то момент он достает конфеты конфеты из шоколадной коробки и роговине ну вы поняли из коробки без шкала на конфеты говорит эту цитату а фильм очень классный форест гамп обязательно сейчас я учу в чате форест для обязательно его посмотрите оттуда очень много цитат которые вы сто процентов в жизни постоянно слышали но не знали откуда эти выражения пятое мы так что все говорили вот прямо вот только что вы его час talking about you но мы уже закончили эти говорить это уже закончено и поэтому в прошедшем но мы говорили о тебе длительно поэтому прошедшие но континьюс вот и шестое я буду сегодня в это время работать а и был пипа кинезе и и соответственно мама за тобой заедет это как факт из будущего она сможет будущем за тобой заехать если вас вопросы дорогие друзья скажите пожалуйста или можем переходить ко второму большому блоку нашего занятия мы с вами первую половину отработали simple and continuous мы с вами завершили и сейчас мы переходим к достаточно такому advanced level где будет у нас perfect и perfect continuous вопросика в чате не вижу поэтому я думаю можем идти с вами дальше времена совершенные как совершенство эффект они совершенные потому что у нас завершается какое-то действие на самом деле достаточно легкое время просто вам нужно понимать его логику что в прошлом что в будущем что настоящим везде одна и та же логика что-то завершилось к какому-то моменту вот и я сегодня уже съела сколько не знаю там я съела две булочки сегодня медиа лунас и кстати в аргентине медиа лунас я уже съела 2 медиа луна сам сегодняшний день не закончен я могу еще 5 медиа лунасов съесть верно то есть я показываю промежуточный итог своей едовой жизни вчера я завершила что-то какому-то другому моменту в прошлом и очень важно чтобы было вот это второй моментик видите то есть второй крестик видите здесь нарисован очень важно чтобы было какое-то другое действие или отрезок времени до которого что-то завершается помните когда вам рассказывал про хронологию событий очень часто ребята ошибаются первые действия ставят в past perfect типа предпрошедшая но если у нас нету завершенности действия до другого какого-то момента то нам и не нужно усложнять себе жизнь и нам не нужно использовать past perfect past perfect это сложное время только если что-то завершается до другого момента в прошлом или события а future perfect то же самое только в будущем что-то в будущем завершится до другого момента в будущем или времени например к 2025 мы точно достроим дачу из этой серии мы точно завершим строительство к какому-то моменту в будущем давайте теперь пройдемся по каждому времени более подробно present perfect мем сразу вылетает что это подарок идеальный а нет это настоящее совершенное время когда она используется первое действие которое завершено в прошлом вроде бы но на связано с настоящим и если нарисовать вот такую вот схемочку то вот я сейчас тут я в прошлом что-то сделала но она повлияла на мое настоящее как это может быть ну например я сейчас не могу попасть домой почему потому что когда-то в прошлом я потеряла ключи то что я сейчас не могу попасть домой я использую симпл ой can't come in my because i have lost my keys you know я не знаю когда я их потеряла однозначно я их потеряла в прошлом вчера недель назад может вообще месяц но мы используем present perfect потому что результат из-за этого косяка сейчас настоящим сейчас не могу попасть домой вот то есть действие завершилась прошлом но результат видимый в настоящем влияющий на наше настоящее второе пережитый опыт опыт вплоть до нынешнего момента ну например вот моя жизнь вот я сейчас тут нахожусь и все что я совершила к настоящему времени она до настоящего в моей жизненной хронологии моей хронологии жизни present perfect то что я была в лондоне например несколько раз то что я читала эту книгу два раза и так далее что я никогда в жизни не не делала что-то то есть отрицательный опыт здесь тоже может быть а я никогда в жизни не пробовал снорклинг или альф бинте мандин при таймс например я бывал в лондоне три раза то есть это наш жизненный опыт по нынешний момент какая тут логика неужели нельзя сказать что я была в лондоне в прошедшем можно можно но какая разница в предложениях если вы хотите сказать что вы были в лондоне в пассимпл поговорите завершенный период времени ой волос и лондон инте саузина тин я была в лондоне 2019 и когда мы добавляем период времени завершенный тогда мы и используем пассимпл но если я не добавляю период времени а просто про свою жизнь рассказываю которая еще не закончилась то конечно i have been to лондон понятно друзья этот момент про нашу жизнь что если что-то в жизни было в прошлом то уже зависимости от того как вы это преподносите информацию если вы период времени называете прошлый то пассимпл если не называете ваш жизненный опыт то present perfect вот ну и конечно же здесь тоже не обойдется без глаголов состояния вот вы друг друга знаете уже 10 лет казалось бы долго 10 лет большой срок по вашей жизни может даже побольше уже друг друга знаете столько лет а но поскольку знать тинел это глагол состояние который не может быть continuous и мы не можем сказать мы и афбе но и нич азо и тенге понятно это невозможно поэтому мы скажем в present perfect we have known each other и все остальные глаголы состояния понятно дорогие друзья то есть нас по факту даже три получается таких до больших способов употребления что-то длится какой-то момент и продолжается до сих пор но поскольку глагол состояние используется то нужно использовать present perfect то есть вот у нас три таких получается кривые конечно линии нарисовала интересно кто-нибудь из вас рисует такие полоски у себя в ноутбуках скажите пожалуйста если бы я была на нашем месте я бы тоже параллельно рисовала бы такие визуализации а дальше здесь уже я это все проговорила только что вслух на самом деле вот этот слайд это как раз тут разница present perfect и по симпла в чем в нашем жизненном опыте если он был в конкретный истекший период времени в прошлом году я читал эту книжку я ранее играла в теннис месяц назад я побывала в лондоне если мы говорим завершенно пирот времени то по символ айбос и н лондон масса гелласть я а визита и тело но если у нас нету вот этого периода завершенности то тогда а я бинт и тело и ну и так далее напишите плюсы кто вот вот этот моментик понял present perfect против по симпл чтобы вы больше не запутывались в нем а манико кейс хаби и цен тидей сколько печенек сегодня съел тидей это незаконченный период времени вы можете еще съесть много печенек поэтому present perfect есть видимый результат вы говорите free cookies 3 печеньки есть еще и результат какой-то у нас с вами вот вот этот пример кстати мне не нравится в этом году он выпустился из мглу почему потому что для меня ну не знаю я бы сказал бы здесь прошедшим ну то есть я бы в обычной речи сказала бы ай куди эйти from moscow state university in may in june ну то есть если вот назвать в какой месяц тоже можно в постимпл говорить окей переходим тогда к упражнению друзья она будет легкой вам надо просто выбрать одно из двух present perfect или по симпл вот мой кот вчера был серди там я забыл его накормить майкет босс и я забыл его покормить какое вы первое или второе но год еще не закончился да поэтому там используется present perfect this year i have created но просто по такой логике неужели я могу выпуститься еще раз из-за мглу мне как будто бы не ложится но вот у грамматически да правильно да молодцы поскольку это вчера это завершенный период времени то конечно же мы используем по симпл с нашим сердитым котиком вы видеть айфа готефе дали я никогда в жизни не был в австралии я никогда в жизни не был в австралии у нас нету здесь никаких периодов времени что я не бывал австралии год назад не знаю то есть это мой жизненный опыт поэтому конечно же present perfect i have never been to стрелы и майло акций уже пять лет преподаю и никак недалечу до австралии попалась на мошенников когда делала визу на этой на за и нас истории 3 ты сказал что был на вечеринке в прошлое воскресенье я тоже там был но не видел тебя айф на пинте стрелы и мины за майфрэнс я союз от и было на вечеринке прошлое воскресенье молодцы конечно же last sunday это законченный период времени поэтому нам нужен по симпл и четвертое я не видел снега как переехал в австралию то есть я такой хитрый переехал в австралию здесь все понятно since i moved to australia это когда-то было в прошлом и с тех пор по нынешний момент я не видел снега я никогда не была в австралии в австрии да в австралии нет пока что да конечно haven't since now since i moved to australia потому что по нынешний момент моей жизни я все еще не видала снега с тех пор на друзья молодцы думаю что есть вопросов у вас не осталось видите как на самом деле все просто оказалось бы столько ошибок допускается в этом моменте вау ну что ж идем тогда к прошедшему перфекту тут все элементарно потому что сложное время она требует сложной конструкции а про треть пример из предложения нет а его с его а вы говорите и воз воз это знаете такой немножко американский манер сейчас американцы почему-то уже повально меняют грамматику и у них вот да да босс в она прям такой интерчен джибли используется я тоже иногда эту привычку в живой речи теперь употребляю поэтому да иногда можете за мной тоже такое заметить потому что в основном смотрю американских блогеров вот атака американская упрощенная грамматика короче пасперфик у нас требует сложной грамматической конструкции то есть у нас желательно чтобы было два действия и одно действие кончалось до другого это очень важно поэтому в таких предложениях два сказуемых во первых две части а то есть там запятые могут стоять логично и союзы есть определенные of the by the time или у меня на который показывают как раз таки на вот такой отрезочек после того как зашло солнце мы потом уже увидели светлячков это действие которое было первым хронологично она у нас и идет в пост перфект который ближе к настоящему в по сэмпоу вайзе там бига туза лейк тэссан а уже сад то есть солнце сначала села а потом мы подошли к этому озеру то что было первым у нас и уходит пост перфект то есть тут даже не стоит смотреть на союзы вот именно на логику что было хронологично первее когда я вернулся домой я понял что я до этого не запер дверь то есть я сначала ее не запер потом я вернулся домой и только потом я понял что я не запер вот поэтому то что было первым у нас идет пост перфект это все что касается пост перфекта дорогие друзья а фьючер эффект у нас с вами тоже на самом деле легкое время к какому-то другому событию моменту в будущем что-то должно завершиться айвэл хаппетин the article by midnight я напишу статью к полуночи тут у нас сложное только грамматически что will его и треть форма глагола а третья форма то есть надо это либо окончание и иди у правильных у неправильных надо знать как например здесь быть это неправильно глагол у него своя форма финиш правильный у него окончание иди в никак не будет согласовываться с подлежащим почему кто мне скажет например почему будет she will have а не she will has кто помнит из начала занятия почему так происходит почему не будет у нас согласование и вы а не хэза и за уилл и вы помните что мы не можем согласоваться обняться поцеловаться если между нами стоит третье лицо такой любовный треугольничек молодцы и переходим последнему на сегодня блоку это перфикантине с ух ну на самом деле здесь тоже будет не так все сложно у нас два есть маркера or в течение какого-то времени since с каких-то пор вот чаще всего вот они у нас будут предложениях это тоже самое что мы сейчас разбирали но мы хотим подчеркнуть длительность данного действия например я уже как веду вебинар 50 минут я хочу подчеркнуть что я это делаю длительное время а их обвати пейн тичинфу 50 минут на это уже не так важно важно именно что к нынешнему моменту я чем-то уже занимаюсь какое-то количество времени и мы с помощью перфикта континьюса подчеркиваем продолжительность данного действия вот прошедшим то же самое что вчера когда ты пришла домой то есть нам нужно какое-то другое тоже событие еще видите крестик какой-нибудь нам нужен вот к моменту как ты вернулась домой вчера я уже занималась английским два часа и мы хотим подчеркнуть что до твоего прихода вчера я вообще-то три часа целых занималась английским и он подчеркивает у продолжительность времени в прошлом вот меню кейм-хом ай-ханде он воде пейн-стаде на игрушку ауэрс и то же самое в будущем а к какому-то моменту уже в будущем мы чем-то будем заниматься какое-то количество времени а байки саута один а у твой инди файл айвы и хэн тичин инглэйш фо сэвен ерс к моему 2025 я уже буду как преподавать на протяжении семи лет я хочу подчеркнуть длительность данного события давайте по порядочку по каждому пройдемся а present как я сказала действие началось в прошлом длилась длилась продолжалась и тут у нас 22 на самом деле только случаи употребления либо она закончилась к настоящему либо прямо закончилась к настоящему и мы хотим подчеркнуть сколько она длилась с пиво кинфа файф ауэрс за твое шейсу тает на работала на протяжении пяти часов вот почему она такая уставшая так она выглядит и то есть это действие закончилось и мы хотим подчеркнуть его длительность либо это действие не закончилась она еще продолжится и она еще продолжит работать вот единственные два случая употребления либо что-то длительно происходило закончилось и мы хотим подчеркнуть что но длилось долго либо но еще продолжается это все это единственные два случая употребления либо только что завершившегося действия либо продолжающегося но и там и там главный акцент на процессе сколько он длился мы их обмен букин ул на этом сутает понятно да друзья на самом деле достаточно легко и здесь у нас понятно шейхаза потому что они уже вместе согласование будет в пасперфекте на самом деле да то же самое только все в прошедшем какому-то моменту в прошлом что-то уже длилась на протяжении какого-то времени том had been reading for two hours when jane кейн когда джейн пришла он уже читал на протяжении двух часов that's it that's it guys nothing else и future perfect continuous аналогично будущему моменту что-то будет длиться сколько-то там по времени it will have been investing for a week when she joins him когда она к нему присоединиться кстати вот тут такой сложный момент со звездочкой что вот это будущее действие которое под крестиком здесь у нас с вами она будет в present simple when she joins you но несмотря на то что на present simple это просто предаточная она будет означать будущее вот так вот этот такой момент со звездочкой который надо запомнить что предаточные после союзов используется present simple для при этом будущего это такой моментик у предаточных имеется но сегодня занятие не про предаточные но все равно важно было об этом вам сказать вот и давайте с вами подытожим present simple я каждый день играю в теннис present continuous я играю в теннис прямо сейчас present perfect я только что закончила тренировку по теннису present perfect continuous ух я так устала я уже занималась теннисом последние три часа все то же самое но в прошлом по симпл я вчера играла в теннис вас континьюз я вчера с 3 до 4 играла в теннис вас perfect к моменту как ты пришел я уже закончила тренировку а спорте континьюз момента как ты пришел я уже как занималась теннисом на протяжении двух часов и фьюча си и фьюча завтра я буду играть теннис завтра у меня тренировка фьюча континьюз завтра с 3 до 5 я буду заниматься теннисом фьюча perfect завтра к моменту как ты вернешься домой я уже закончу тренировку и фьюча пофе континьюз завтра к моменту как ты вернешься я уже буду заниматься теннисом несколько часов ух напишите мне плюс или еще лучше наши с вами слова дня кто в целом понял все и вопросов нет и тип понятно ясненько ли понятненько ли друзья все скажите пожалуйста за 59 минут с учетом практики которая была объяснила вам в целом все времена и впереди у нас конечно же финальное упражнение на закрепление дорогие мои конечно же я вас не могу без него оставить финальное упражнение на закрепление очень важно это очень важно и после него я вам дам слово для розыгрыша книги вот да вот практика 1 плюс домашнее задание 2 после уже в любое удобное время его сделаете а сейчас пожалуйста еще останетесь чуть-чуть и сделайте вот это вот упражнение с практика это самое важное тоже не хочу подсказывать хочу чтобы все сами тут сделали но тут есть перевод на русский который в целом нам много подсказок дает и а это и 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 О, можно было сделать вот так все это время. Ок. 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 Продолжение следует... 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 ну и восьмое я буду занят завтра по факту буду занят и я буду что делать длительное время играть континьюсе если вопросы у матросов дорогие а для тех кто впервые соответственно у нас с вами еще буду занятие в рамках нашей предмастерки но уже хотела вам сообщить о том что запись на годовые курсы открыто и сейчас соответственно у нас очень выгодная проходит акция я не могу сказать закончится на или нет осенью мы посмотрим пока что она работает что можно четыре предмета в целом купить за стоимость одного выбираем риски еще там общество знание история математика или русский соответственно можно выбрать и расписание на сентябрь тоже готово она нас достаточно объемные обширные как вы видите много будет занятий а и тренировочная а я домашнее задание не прикрепила но ладно домашнее задание тоже будет очень много вот трое из десяти даже больше примера три или четыре из десяти получают 90 плюсиков конечно друзья я вас буду с радостью ждать у нас и кодовое слово уже именно для розыгрыша книги это language а да пока что я думаю вряд ли вы сможете собрать фразочка но под конец месяца под конец предмастерки вы сможете собрать единую фразу и первые пять человек который мне ее пришлет получат меня книжку на английском в подарок вот друзьям так что записываете кодовое слово language и в конце месяца у вас есть шанс учитывая что не так много на занятия это ходит шанс у вас огромная как будто бы любой из вас может получить от меня потом книжку в подарок но теперь на этом точно все дорогие друзья следующее наше занятие будет 9 августа 6 вечера по москве где мы возьмем все что только нужно для 1924 абсолютно все части речи прислать мне в личное сообщение в контакте или в telegram это это считаю да хоть в instagram любом случае я посмотрю по времени кто раньше из пяти пятеро самые ранние у вас еще занятие она будет такая такая база базовая это части речи для заданий 1924 существительное местоимение прилагательные на речи самая основная база для этих заданий вот друзья на этом все надеюсь что вам понравилось заниматься на нашей платформе надеюсь что занятие он тоже понравилось если да напишите об этом мне будет очень приятно и тогда до скорых встреч силой талгей тэрс и и сэй и на вайл крокодайл ты по